Впереди автомат, я поворачиваюсь, этот автомат тыкается в лоб, переходит в грудь, судно захвачено. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я в 2016 году попал в ливийский плен и находился там на протяжении 5 лет. Все сложилось не так, наверное, начиная еще с самого аэропорта Одесского, потому как я почему-то лекарства положил даже в сумку, вручную кладь. Мне пришлось возвращаться, это сдавать все в багаж. У нас как бы есть суеверия такие, что возвращаться плохая примета. Компания была турецкая, прибыл я в Турцию, экипаж был уже сформирован, судно еще пока стояло на ремонте, я был мотористом. Всего у нас на судне было украинцев 4 человека, 3 азербайджанца, включая капитана, и один турок. Он был старшим механиком. Наша задача была грузиться топливом в Ливии и бункировать суда, которые стоят на рейде на Мальте. Самое первое, наверное, со всего даже не удивило, наверное, поразило то, что мы пришли в Ливию. Мой сменщик, он зашел, говорит, на борт поднимаются люди с оружием. Там и гранатометы, и автоматы. Я этого не видел, но уже был, конечно, шокирован. За 4 месяца мы заходили в Ливию на погрузку, заходили 7 раз. И вот на 8 раз мы были уже захвачены. Люди, которые поднимались на судно с оружием, они не всегда были адекватные. Я не могу сказать, что они конкретно употребляли, но вот мое мнение, что они постоянно были под чем-то, под каким-то допингом. Может, это спиртное, может, это еще какие-то наркотические средства. Я и еще с торпом, я и еще один вот этот парень, который с Херсона. Мы втроем написали заявление о списании. У каждого уже было какие-то вот такие ощущения того, что что-то должно случиться. Но наши все заявления о списании были, конечно, проигнорированы самим капитаном. В конечном итоге у нас получился вот этот 8-й поход в Ливию. Тоже такие вот знамения были. Знамения просто сумасшедший шторм. Тем не менее, капитан принимает решение идти на погрузку. Судно действительно было захвачено не в территориальных, а в международных водах. Уже мы вышли из территориальных вод. Я был в машинном отделении, смотрю по трапу, опускаются, спускаются ноги в кроссовках. Впереди автомат, я поворачиваюсь, этот автомат тыкается в лоб, переходит в грудь. Судно захвачено. Поднимается наверх, кует компанию. Из всего, что стало известно, то, что нас захватили. Куда мы идем, кто захватил? Говорю, кто это? Никто не знает, кто эти ребята. Конечно, в итоге стало известно то, что у нас, оказывается, нет документов на груз. Со слов капитана, он спустился, говорит, требует выкуп. Говорю, кто это? Он говорит, это бандиты. Требует выкуп какой? Сначала он сказал 50 тысяч долларов. Потом какая-то информация непонятно, откуда прошла. 30 тысяч долларов. Но чуть больше суток мы шли в Сан-Триполи, столицу Ливии. Я понимаю так, что в процессе все переиграло. И решили, кому-то стало неугодно. И решили сдать. Потому что таких, как мы, судов было очень много. Я сомневаюсь, что хоть у кого-то были документы. В процессе, как оказалось, это топливо было действительно контрабандным. Меня многие спрашивают, говорят, вас там задержали за наркотики, контрабанду наркотиков. Другие там еще говорят, у вас там было контрабандное оружие. Да нет, этого не было. Было единственное то, что связано с работой. Это погрузка, выгрузка топлива. То есть было контрабандное топливо. Но об этом действительно мы сами, как экипаж. Никто из экипажа не знал, но только знал капитан. Вот вся ситуация. Сказать, что мы не нарушали, сложно сказать. Хотя, по сути, мы ничего не нарушали. Каждый выполнял, согласно контракту, свою работу. Вы считаете ваш арест арестом? Нет, я считаю, что нас захватили, а не арестовали. Это надо видеть ситуацию изнутри, чтобы понимать, насколько это было. Даже не знаю, как дайте правильное определение. Полностью один в один совпадает то, что мы привыкли уже, наверное, видеть по каким-то сюжетам телевизионным при захвате, допустим, пиратами. Вот точно, один в один. Мы 10 дней находились на судне еще у причала. Сразу судно нас повезли на суд. Вы через 14 дней тоже все уедете домой. Это было сказано на судне, мы уже все обрадовались. Первый суд, да, и мы как бы должны были домой, но оказалось нет. А обратно нас сразу закинули автозак. Но для военных и для полицейских там не существует вообще правил никаких. Нас возили на суды, они просто ломают впереди идущие машины, цепляют их, зеркала ломают. Может просто остановил, кто-то сзади подъехал, он задом сдает, и вот ему прямо в капот въезжает, все, дальше пойдет. Либо выходит там с автоматами, вот, могут еще и водителя забрать с собой. Вот Одесса, да, ну по сути ее считают городом миллионником. В этом городе всего-навсего одна тюрьма. А что касается такой страны, как Ливия, в частности столицы, Триполи, там всего миллион двести человек. Но на этих миллион двести человек у них официальных тюрем государственных 13, может быть больше, по разным сведениям 13 или 15. Плюс есть тюрьмы частные, плюс со слов самого посла нашего украинского, тут тюрьма в каждом доме. И тюрьмы все переполнены. Если камера даже рассчитана там на два человека, то в ней могут пребывать и 12 человек. Мы еще не понимали, я говорю, вот смотрите, а вечером постоянно, ночью, как только начинает темнеть, эта страна вся в звуках огнестрельного оружия. Иногда проскакивают и эти тяжелые оружия звуки. Да не, это, наверное, у кого-то свадьба, либо день рождения, салют. Да какой салют? Вы не в Украине, где так можно, что там по вечерам там салют пускают ночью. Они как бы свободны, после вечерней молитвы начинается обострение конфликтов, причем во всех фронтах. У нас было 4 авиаудара. В разные дни там просто сбрасывались в самолеты вот эти все бомбы. Вас держали в официальной или в неофициальной тюрьме? Нет, нас держали в официальной тюрьме. Тюрьма Эльзара. Первые, наверное, пару месяцев, так как нас уже даже начальник этого заведения, он понимал со слов, наверное, это было всем известно, что мы скоро домой, и мы, так как европейцы, к нам было хорошее отношение, ну, достаточно хорошее. В самом вот этом заведении, чтобы вы понимали, никаким не властью, а просто силовым методом менялась власть 4 раза. У кого больше силы, тот захватывает тюрьму. Кто захватил, тот сегодня у власти. И причем власть там такая условная. Даже, даже если кого-то освобождает суд, не факт, что он выйдет на свободу, потому что будет стоять на воротах какой-то обкуренный, он просто может его не выпустить и убить. Это практиковалось там нормально. Никто до этого не знал, что арабы спят на полу. Нам выдали матрасы, обычные поролоновые матрасы, и это все. Твой график зависит от того, кто на смене и в каком он состоянии. Будем так говорить, 50% из них постоянно что-то принимает. Он может забежать там опять с тем же автоматом, передернуть его прямо здесь, и ты не знаешь, что ожидать. Готов к самому такому худшему. Всю тюрьму поставить на колени, руки вверх. Там есть своеобразные лобные места. Каждый вечер там стоят дикие крики. Он просто кого-то выводит непонятно за что. Просто избивает там, ну, не просто до первой крови, избивает серьезно. Это местных арестантов. Причем, какая разница местных, всех, кто африканцы. Мы один раз проходили, всех заставляют отворачиваться. Они там распинают просто два человека, как Иисуса, распяли на воротах и бьют. Освобождали 12 человек местных. Они проходили одной статьей, их освобождали, но они тоже не вышли за пределы этого заведения. Их не выпустили. Их же там изначально побили. Применяли все различные методы. В конечном итоге, кому сердце вырезали, кому руки, ноги, голову, все поотрезали. Половые органы. То есть издевались как могли. В конечном итоге, все это ехали и с машины выбрасывали вдоль дороги. И вот одному там, ну просто вот так по рукам, по ногам подняли, так по голове проехало. Там голову пробили, руки, ноги поломали. Ну просто ни за что там не так посмотрел. И это был Новый год. Для нас Новый год у них этого как такового праздника не существует. Вытаскивают на двор, выводят во двор и начинают избивать. Все это картонка просто, которая закрывает окошко. Она не скрывает ни один звук даже. Все там слышно, слышимость просто колоссальная. И вот они настроены как бы уже зайти в наш блок. Я при всем том, что я даже при захвате не закурил, вот я прошу дайте мне сигареты. Мне дают сигарету, никто не подумал, что я буду курить. Вот я закурил ее. Вот я с того момента начал курить, просто я уже понимал, что сейчас зайдут и непонятно, что будет здесь. То есть мы тоже делили по сменам. Мы знали, чья это смена. Вот там были такие тираны, что просто. Ну я улыбаюсь, но в целом там было точно не до улыбок. Кто-то из украинских моряков был или из русских? Еще кого-то больше озлобляет. Почему я их не могу тронуть, всех трогаю, этих нет. Вот ему хотя бы там ногой тебя ударить, типа ускорить твою ходьбу. Либо там подзатыльника вот такого, чтобы глаза выскакали. Это да, но не больше. Выводят весь этот блок, всю клетку выводят во двор. Ну а нас двоих говорят, останьтесь. Выявили всех вот решетка, да, решетчатые двери. Человек туда просовывает ноги, их привязывает. И с другой стороны трубами по подошвам вот это. Не важно, молодой он, старый, это все всех избивает. Дальше там у кого поломано, у кого опухшено, кто там неделю не может ходить, кто месяц не может ходить. Там у кого заносит. Были много моментов. И вот рядом избивали. И то, что нас, это даже не считает. На фоне всего, я говорю, нас не били. Самая жесткая картинка, которую вы видели, самого избитого человека? Самая жесткая, наверное, не картинка, а вот эти крики, такие вопли душераздирающие. Сказать, что это картинка одна, я не могу. Их очень много картинок. У них харам, то есть грех. Суицид, это грех. Но были те, которые лезли в петлю. Опять-таки местных доводили там до такого состояния. У них типа иншалла, типа на все воля Аллаха. И вот он просто его заводит. Он где-то был на каких-то работах. Его заводит, этого парня. Иногда были крышки, снимались консервы такие, которые пальцем цепляешь. Вот она металлическая. И вот он берет эту крышку и начинает, он даже не резать, начинает рвать. Вот два блока. Вдруг там больше 33 человек, и у нас вот 30 человек. Вот 60 человек наблюдают вот эту картину. Он просто стоит без крика, без ничего. Вот кровь фонтаном просто брызжет. Вот. Две минуты он уже был без... Потому что он начал стекать. И только минут через 10, наверное, пришли за ним и уволокли его. Даже последние вот мы были... Я их называю клетками, по-другому не назовешь. Тюрьма, в которой мы находились, ее в один прекрасный момент разбомбили. И нас перевели в соседнюю, держали в клетках. Вот на 24 квадрата там было от 30, ну, примерно до 50 человек. То есть там спали даже по очереди. Ну, там действительно, как в этом консервной банке. У нас был адвокат. Вернее, даже не у нас. Адвокатша, Ливийская, она была нанята турецкой компанией, которая владела этим судном. В процессе вот этого следствия стало известно, что адвокат, цель адвокатша, так как компания ей платит, ее задача отбелить, отмыть, очистить само судно. У нас не было с ней практических встреч. Первый раз она приехала к нам, наверное, через полгода. Никаких бесед она с нами совершенно не вела. Мы спросили, когда домой. Букра, 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 завтра, завтра. Ну, что бы там ни говорили, если только сказали завтра, все, ты можешь уже этого не ждать. Раз в полгода к нам приезжал посол Украины в Ливии, так как в Ливии разбомбили посольство, они находятся в республике Тунис. Особого желания я не увидел. У них раз в полгода кормили там нас тоже обещаниями, что ребята вас выпустят, вы тут ни в чем не виноваты. Максимум, кого оставят, это капитана из Торпома. Это максимум двух человек. Точно не помню, сколько их было, но может быть судов 15 или 20. Они все были безрезультатными. Это были просто поездки. Потоки с разных заведений, таких же, как наши, заводятся люди. Иногда зачитываются фамилии. Бумажка переставляется на другой край стола. И охранники выводят. Все. Это абсурд. Это не суд. Фамилии зачитали. Бывало, что фамилии не зачитывали. И обратно по машинам и обратно везли. Есть люди, которые отсидели по 8 лет и их отпускали домой. Приговор нам объявили почти через 2 года. И когда нам зачитали, нас пригласили всех наверх, я попросил телефон, дайте мне поговорить с адвокатом. Вот. Нет, они даже не дали. То есть, она сказала ей не звонить. Сам приговор, конечно, привел в шок. Если честно, никто не ожидал. Все рассчитывали, что мы действительно будем освобождены. Но как минимум, большая часть экипажа. Добавить к этому больше нечего. Шоковое состояние. Моя очень хорошая знакомая, мы очень давно дружим, чисто вот случайно по интернету она познакомилась с одним итальянцем. Оказалось, что он работает в посольстве Италии в Ливии. Она, спасибо, организовала телефонный разговор. Договорились через этого человека. Меня позвали к телефону, они поехали вот к моей маме еще отсюда, больше 100 километров. И там связь. Сейчас пошли переживания. Конечно, она устроила телефонный разговор. Через сколько времени? Наверное, наверное, года три прошло. И я услышал, конечно, мама была расстроена, я только услышал, да, сынок, здравствуй. И все. Нам посол два раза привозил письма. Они как бы родственники, знакомые, друзья писали на посольство. Даже были там, печатывали там иногда даже один раз было на цветном принтере. Вот. И вот эти фотографии две у меня там такие общие, где мама была, дочка, ну, семья, да, вот они висели у меня над моим матрасами. По сути, мы почти весь срок досидели. У нас приехали где-то почти за месяц до нашего освобождения, спросили наши размеры и уехали. Потом передали нам эти вещи, то есть всем выдали куртки, одели, там выдали брюки, майки, такое вот, чтобы можно было одеться, чтобы мы улетали хотя бы в чем-то домой. Ты не можешь ты и так каждый день общаясь об этом, а тут уже как бы вещи на руках, вот, и думаешь, завтра, завтра, все, вот неделя проходит, и уже этот пыл упал, и ты уже не знаешь, когда. Вот, эти вещи там ты уже сложил, там не знаешь, когда ты их вообще оденешь. И тут, я говорю, представляешь, сегодня должны ко мне прийти крестники вечером, принести вечерю. Говорю, представляешь, если вот нас на святой вечер выпускают домой, буквально через час открывается дверь Украине Атла, вот, ну, то есть украинцы выходите. Они такие, выбегают, не, 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 одевайтесь. На улице ночь, темно уже, все, вот, мы вышли. Я говорю, ну, что, со святым вечером, а по прилету домой, да, это было напряжение, почему у тебя встреча с родственниками приехали, племянник и дочка приехала, всех наших товарищей приехали, тоже родственники. Вы вернулись в нормальную жизнь? В нормальную жизнь, да, вот каждый день пытаюсь вернуться в эту нормальную жизнь. Всего, то есть по интернету, там, и по новостям прозвучало, что, да, моряки проходят сейчас реабилитацию, что у них такой период сложный, вот, после всего, там, прозвучало буквально в двух строчках. Вот, я сам удивился по поводу, какой реабилитации идет речь, ну, да ладно, сами разберемся. стал вопрос о том, чтобы, просто нам нужен элементарно документ о том, где мы находились все эти пять лет. Мы пошли с товарищем в Министерство иностранных дел в Одессе, все, что нам дали, это бумажку отпечатываем, что мы находились на территории Ливии, где, в каком качестве, были мы там туристами, были мы там рабочими, об этом ничего не писалось, без печати, без апостеря, без ничего. Мы объяснили, что печать лично мне нужна для того, чтобы судиться с турецкой компанией. И такие правила международные, там должен присутствовать апостоль, там должна быть официальная печать этого учреждения, которое дает эту бумагу. Плюс должно быть написано, что мы находились на территории Ливии не просто с такого по такое, а в качестве кого мы там находились. Эта украинская сторона отказалась категорически давать. Адаптироваться к ценам не могу до сих пор. просто я в шоке от цен. Я не могу до сих пор просто захожу в магазин и понимаю, почему столько стоит хлеб и то же самое масло, те же самые продукты первой необходимости. Поэтому адаптация, не знаю, сколько еще будет происходить, уже ничего не вернешь. Вот. Ни годы, ни ситуацию, ни здоровье подпортили, конечно, там сильно и физически, и морально. Вот тут начинаешь, наверное, понимать вот те слова, что надежда умирает последней. Вот как никогда здесь, потому что ты надеешься каждую минуту, каждую секунду, ты надеешься на то, что каждый скрип, засова, какие-то звуки открывающихся дверей, вот, ни за нами или ни домой, потому что тебе же оставляет эту надежду маленькую, вот, тебе ее не рубят на корню и вот ты с этой надеждой живешь. Да, была большая встреча еще дома, когда приехал домой к маме. Как прошла встреча? Радостно, со слезами. Коша, мама вам что первое сказало? Здравствуй, сынок.